Когда вылупляются, наконец, маленькие драконы, когда они появляются на свет, первым делом они залазят на дерево, потому что драконы, каннибалы, они большие лосы поедают маленьких, и на дереве они остаются до трех лет. Маленькие, до тех пор, пока они не достигнут... So, 50 см, yes? No, 35. 35. Пока они не достигнут... They born 35, or 3 years 35. When they are born. Ah, когда они рождаются, ну, точнее, вылупляются, они 32 см. И до трех лет они на дереве и поедают насекомых, маленьких змей, ну, такое, все, что мелкое. Они спускаются вниз для воды, для поиска пищи, но все остальное время проводят на дереве, чтобы не быть съеденными драконами. And, you know, baby dragon stay on the tree just to escape, eat very big dragon. Because on the tree they feel safe. Yeah, but since baby dragon stay on the tree, it's not 100% safe. Даже на дереве три года не так безопасно. Yeah, because eagle sometimes catch them on the tree. Потому что орлы тоже могут их слопать. Eagle is a natural enemy for baby dragon. Самый опасный вообще враг для младенца дракона. So, you know, two reasons why population of dragon on the island not balance. First, depend on the temperature when the female dragon lay eggs, and also depend on predator. And she can eat her eggs after the season. Yes. Ну, в общем, есть несколько причин, почему нестабильная популяция драконов на острове. Первая, потому что зависит от температуры лунки. Не все вылупляются в итоге, да? Кобыцонный период не очень хорошо проходит. Вторая причина – это хищники. Когда они маленькие, очень много погибает. И третья причина – это сами же драконы свои яйца съедают, потому что не распознают свои гнезда после сезона дождей.